Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой БАДЗИ. Четыре столпа судьбы фэн-шуй. Циминь Донзя. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет об очень печальной теме, о семье смерти, причем смерти музыканта, который ушел из жизни достаточно молодым. Молодые всегда уходят внезапно, да? Никто никогда этого не ожидает. И, казалось бы, жить и жить, петь и петь, заниматься творчеством, радоваться жизни, но судьба или высшие силы распределились иначе. Сегодня мы с вами разберем карту с точки зрения именно события произошедшего, карту певца и музыканта Олега Яковлева. Почему я решила посмотреть вообще эту карту? Поскольку действительно новость потрясла внезапно. Достаточно молодой солист Иванушек. Для меня они всегда достаточно молодые, потому что как-то у меня не ассоциируется образ этих людей с возрастом даже 40-45 лет. Как выяснилось, Олегу было 47 лет. Он ушел из жизни на 48-м году жизни. И в моих ассоциациях действительно очень молодой парень, творческий. И как-то это очень рано показалось и потрясла эта новость. Плюс ко всему я помнила всегда как-то где-то подсознательно, что он мой земляк, поскольку я сама с Байкала, с Иркутской области. И он в моей памяти как-то это засело в моем подсознании, что человек тоже с того же региона, что и я. И поэтому как-то это срезонировало со мной. Мне захотелось посмотреть карту, что же там произошло, почему так рано. И может быть в Бадзе можно эти вещи как-то просмотреть. Итак, вообще Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Ланбаторе, Монголии, где его родители были в командировке. После окончания первого класса он вернулся в СССР вместе с родителями и двумя старшими сестрами. Он жил в городе Ангарск, потом в Иркутске, учился в обычной музыкальной школе по классу фортепиано, очень любил гуманитарные предметы, пел в хоре во Дворце пионеров, школу окончил в городе Иркутск. Также окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом в профессии актер театра кукол, но ему не нравилось быть за ширмой. Затем он поехал в Москву, окончил ГИТИС, учился в мастерской Людмилы Касаткиной, стал актером театра Армена Джигарханяна, считал Джигарханяна своим вторым отцом. Участвовал в спектаклях «Казаки» «12-я ночь» Лев Гурыч-Синичкин. Снялся в видеоклипе на песню «Кукла» вместе с остальными участниками группы «Иванушки Интернешнл». А в марте, после того, как в начале 1998 года Игорь Сорин покинул группу, стал ее полноправным солистом. В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру после ухода. Успеха песни «Танцуй с закрытыми глазами» решил временно отойти от работы в «Иванушках» и подготовить сольную программу. Вообще, в 2013 году он официально закончил выступать в группе, презентовал клип на песню «Танцуй с закрытыми глазами». Вот краткая биография. Конечно, не могу не отметить то, что человек достаточно творческий. И если мы берем его карту Базы, то родился Олег в день иньского «Огня на петухе». Вообще, как отзываются о нем многие коллеги по цеху, друзья. Я была поражена тому, насколько он был действительно очень интеллигентным человеком, очень приятным в общении. Это полностью соотносится с его картой и с тем, что он пришел в этот мир в день иньского «Огня на петухе». Это образ очень утонченного, очень воспитанного, элегантного в некотором роде человека, которому присуще чувство такта. Это не какой-то человек, скажем так, хамского поведения или невоспитанного. То есть, как правило, вообще столб Дин Ю — это интеллигенция, это люди очень приятные. Очень часто этот столб встречается в картах у людей, связанных с профессиями искусства, у президентов, у правителей. Допустим, Си Цзиньпин, президент КНР, также пришел в этот мир в этот день, в этот день он рожден. То есть, как правило, это люди так или иначе связаны… Это высшая когорта людей, то есть это люди очень хорошие, как правило, очень благородные. Почему благородные? Поскольку для иньского «Огня» сам по себе петух является благородным. И если человек приходит в этот мир в этот день, Дин Ю, то он сам по себе благородный. То есть, это некое благородство, это высший цвет нации, я таких называю. То есть, это люди очень-очень хорошие, очень, скажем так, воспитанные. То есть, это интеллигенция, это высокое качество вообще человека. То есть, этими качествами он должен был в полной мере обладать. Но плюс ко всему, инский огонь, как правило, это люди очень эмоциональные, невероятно впечатлительные. Подобно пламени свечу, которая может колыхаться от любого порыва ветра, так же эти люди. То есть, им свойственны перепады настроений, и они, в принципе, очень эмоциональны. Плюс ко всему, они могут как согревать, да, то есть, инский огонь, он может согревать очень сильно, так свеча, да, освещать путь и дорогу другим людям. Но в то же время он может взрываться и быть очень взрывным. То есть, это такие перепады всегда. То есть, большая эмоциональность, колебания, это свойственно было данному человеку. То есть, это однозначно просматривается по карте, по его дню рождения. Плюс ко всему, как я анализирую его карту, исходя из трёх столбов, потому что час рождения, я, к сожалению, не знаю. Но эта карта именно называется «Слабый господин дня», то есть, огонь не силён в его карте, поскольку он рождён был в сезон воды. В ноябре, когда у нас вода достаточно сильна, в месяц свинки, и фаза у огня достаточно низкая. То есть, этому огню, рождённому зимой, необходима была поддержка, его необходимо было подпитывать, да, то есть, слабый огонь, это слабое пламя свечи. Хотя оно элегантное, оно обрамлено металлом, да, то есть, это такая свеча в подсвечнике, может быть, золотом либо серебряном, то есть, иньский огонь на петухе. Но этому огню необходима была поддержка, поскольку огонь слабый, сезон был водный. И если мы анализируем его карту, то есть, однозначно, я могу сказать то, что изначально период, который у него начался в 2013 году, который как раз-таки соотнёсся и совпал с моментом его ухода из группы, это был период неблагоприятный с точки зрения его периода, да, с точки зрения Бадзы. То есть, это период неблагоприятного элемента богатства. Богатство ему не полезно. То есть, с точки зрения Бадзы, он находился в неудаче, но не все ведь в неудаче у нас умирают, да, то есть, в неудаче можно вполне себе счастлива жить. То есть, неудача с точки зрения Бадзы не указывает на то, что человек уйдёт из жизни и рано, да, то есть, многие люди вообще всю жизнь в неудаче с точки зрения элементов по Бадзы проживают, и ничего с ним страшного не происходит. В данном же случае, как я вижу, да, почему произошли такие большие глобальные проблемы, Открытый небесный ствол периода удачи, такта, в котором Олег находился с 2013 года, это Ген-У или металлическая лошадь. Открытый небесный ствол такта, металл Ген, сливается с инским деревом в его карте, которая присутствует в месяце, и уводит из карты его полезного бога. Как я вижу, полезный бог, ну, это моё видение, да, мой разбор этой карты, полезный бог данной карты — это элемент печати, который, инское дерево, которое присутствует в месяце, это печать, это косая печать, то есть, это символ, во-первых, некой поддержки, да, его, то есть, это его полезный бог, это какие-то знания, это в целом ресурсы, то, что его порождает. И этот элемент благоприятных ресурсов из его карты уводится слиянием металл Ген с инским деревом, то есть, инское дерево уводится в рамках этого периода, то есть, этой половины такта первой, с 2013 года по 2018 год. Плюс ко всему, что удивительно сработало в данной карте, сдетонировало, я бы так обозначила, то есть, не у всех, опять же, это происходит так печально и так грустно, но его день рождения, Дин Ю, или огненный петух, его деймастер, как мы говорим, да, как говорят мастера, его столб дня рождения является полным дубликатом пришедшего ныне года, то есть, у нас 2017 год имеет точно такие же символы, Дин Ю, огненный петух, то есть, что значит дубликат дня рождения, да, вот тут повнимательнее, если вы видите у себя в карте Бадзе дубликат приходящий вашего дня рождения, а это может указывать на какие-то очень важные события, связанные именно с вашей жизнью, с вашим здоровьем, да, то есть, нужно внимательно отнестись к своему здоровью, заняться этим вопросом, да, заняться профилактикой, может быть, как-то подлечиться, да, профилактикой заняться, просто полечиться даже для того, чтобы как-то эту цири реализовать или проиграть, либо у вас может состояться какой-то переезд на другую квартиру, то есть, это ваш дом в том числе, то есть, что такое день рождения человека? Это дом, это здоровье его тела, это его брак, либо события могут коснуться вашего брака, ваших взаимоотношений в браке, то есть, дубликат дня – это всегда что-то очень важное, либо это бывает вступление в брак в том числе, поэтому я призываю вас внимательно отнестись, если у вас приходит, допустим, следующий год у нас в усю или земляная собака, если ваши столпы дня, да, ваш столб дня соответствует приходящему году, то есть, дубликат всегда указывает на важность событий, то есть, события дублируются, как хорошие, так и плохие, это указание на что-то очень важное. Вот как раз-таки у Олега 17-й год полный дубликат его деймастера, его дня рождения, то есть, это он сам, его здоровье, его тело дублируется, да, и это мог быть брак в том числе, то есть, если бы он женился в этом году, да, в 17-м, то так бы этот дубликат отыгрался, либо, если бы это была какая-то профилактика заболевания, то есть, в этом году нужно было уделить как можно больше внимания своему здоровью, ну, как говорят, после драки кулаками не машут, да, уже сейчас поздно что-то, мы ничего сделать не можем, то есть, информация вот до человека не дошла, ну, на все воле Божьей есть высшие силы также. Далее, что примечательно, поскольку Олег человек слабого инского огня, и у него в карте присутствует сильный элемент металла, это сильный элемент власти, извиняюсь, сильный элемент богатства, для него металл – это богатство, то это указание на то, что вообще, когда у нас слабый инский огонь, и в карте присутствует контроль огнем металла, да, то есть металл либо слишком слабый, либо слишком сильный, и есть взаимодействие металла и огня, у него указание на то, что когда у нас дисбаланс металла в целом в ту либо иную сторону, либо мало металла, либо много, то это указание на вопросы, связанные с органами дыхания, с лёгкими, с кожей. То есть это те органы, которые могут пострадать. В данном случае у Олега дисбаланс металла. То есть у него очень сильный металл в карте и слабый огонь. То есть что это значит? Вот по идее, если мы берём даже, открываем Википедию, смотрим новостные сводки, ближайшие, то есть последние. То есть смерть. 28 июня 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Олег Яковлев был госпитализирован в тяжёлом состоянии, впоследствии попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония. По данным СМИ проблемы со здоровьем у артиста возникли давно. Его близкие связывают это с тем, что музыкант курил с 20 лет. Почему курил? Вот опять-таки, если у человека слабый огонь, то он будет стараться этот огонь как-то разжигать, да, карту согревать. У него очень сильный металл, а карта холодная. И он старался курить, чтобы себя как бы в некотором роде согревать. То есть человек курит, чтобы восполнить элемент огня. Это первое. Второе. Проблемы с лёгкими. У него на это идут указания в карте. То есть у него была предрасположенность к заболеваниям, связанным с органами дыхания, с лёгочной системой. У него изначально там проблема заложена уже в карту. То есть дисбаланс металла. Это проблемы с лёгкими. Далее. 29 июня 2017 года музыкант скончался на 48-м году жизни. В одной из клиник Москвы у певца был диагностирован отёк лёгких. Причиной смерти стала остановка сердца. Обратите внимание. То есть вот всё чётко по карте. Бадзе иногда меня этим поражает. То есть у него проблема с металлом, с лёгкими. То есть металла много в карте. То есть из-за того, что металла очень много, огонь не может этот металл проконтролировать. То есть огонь очень слаб, а огонь – это сердце. То есть из-за лёгких остановилось сердце. То есть буквально дословно работает карта. Буквально чётко это просматривается. Плюс ко всему, период удачи, который приходил у него в 2013 году и длился до 2023 года, с символами металла Ген на лошади. То есть металл Ген подплавляется элементом огня. То есть опять-таки вот это противостояние, контроль элементов мы наблюдаем. То есть огонь плавит металл. Мы это тоже можем просмотреть. И год, который у нас пришёл, 17-й год ныне идёт. Это действительно проблема у людей с состоянием кожи. Когда у нас элементы не в гармонии находятся. То есть у нас огонь плавит металл. Вот эти два года, 16-17 год, у нас происходит контроль элементов. То есть нет гармонии в самом году. То есть элементы не взаимодействуют гармонично. Следующий год в этом плане будет немножечко получше с этой точки зрения, поскольку у нас всё-таки земля будет на земле. Но вот эти два года, предыдущий 16-й год, год обезьяны Бин Шен и 17-й год Дин Ю, они у нас в состоянии контроля находятся. То есть открытый небесный ствол огненный, а земная ведь металлическая. И происходит контроль элементов. То есть причём этот год, 17-й год, он в этом плане немножечко хуже даже, поскольку петух сам по себе это чистый металл. А обезьяна же в себе содержит землю, металл и воду. И в этом смысле ци более плавно течёт. Даже прошлый год, да, то есть огонь у нас порождает землю, в обезьяне содержится земля. И есть некий переговорщик между этими элементами, между самой обезьяной, это металл, но внутри в скрытых небесных стволах самой обезьяне у нас есть земля, вода и металл. Этот огонь мог немножечко, он имел переговорщика в виде земли внутри обезьяны. Но этот год, который сейчас идёт, год огненного петуха, он в этом смысле более резкий, более контрастный. То есть у нас нет гармонии, у нас более остро всё это чувствуется. То есть огонь просто плавит металл, потому что в петухе есть только металл. Там нет ни воды, ни земли, то есть нет переговорщика. То есть это более остро, это более агрессивно происходит. То есть это более, в некотором роде, резко и более болезненно, поскольку это контроль, да, то есть это такой сильный контроль. То есть у него это просматривается, вот этот вопрос связанный с сердцем, с органами дыхания, это просматривается и по самой карте, и по периоду удачи. Периоды удачи также указывают на то, что могут быть проблемы именно вот с этим, да. И плюс этот год это всё ещё и усиливает. Плюс ко всему, 17-й год явился дубликатом его дня рождения. То есть это указание на то, что именно с ним могут быть какие-то вопросы, связанные с состоянием его здоровья, с ним самим. Либо с его браком, да, то есть он мог жениться опять-таки в этом году. То есть вот такая вот ситуация. На самом деле очень жаль, что уходят из жизни молодые люди, но опять-таки мы не всегда и не всё изменить в наших силах. Жаль, поскольку карта достаточно интересной личности, у него здесь и две звезды академика, и достаточное количество благородных. То есть он действительно очень-очень человек неплохой, хотя я лично никогда его не знала и не являюсь ни фанаткой, ни поклонницей, да, то есть не отслеживаю их творчество никак и не отслеживала. Но вот, к сожалению, такая судьба, и не на всё мы можем повлиять, не всё в наших силах. Пример просто карты, да, когда огонь, вот как раз-таки человеку благоприятен и, по сути, год огненный. То есть у него должны были быть эти два года какие-то с одной стороны эмоциональные качели, поскольку первая половина прошлого года, этого года для него очень неплохая, то есть ему огонь полезен как таковой. Но вторая половина года — это металл. То есть вот эти качели у многих людей в этом году они будут присутствовать, то есть кому-то полезен огонь, кому-то полезен металл. Это диаметрально противоположные элементы, то есть первая половина года может быть более удачливая, вторая половина года может быть менее удачливая. То есть очень резкие полюса вот в этих двух годах, особенно в год петуха, то есть резко всё будет меняться. Это очень резкие перемены. В данном случае это как раз-таки связано с сердцем и указание на вопросы с сердцем в карте у него просматривается и изначально это видно по карте. То есть это заложено было от рождения. То есть человек слабого иньского огня может иметь как раз-таки проблемы либо с сердцем, плюс у него ещё и лёгкие, поскольку сильный металл, либо это может быть связано с глазами, с кровеносными сосудами. То есть это всё элемент иньского огня. Также остальным всем людям, в принципе, я рекомендую в этом году очень внимательно отнестись к сердцем, к сосудам. То есть в этом году возможны также инсульты, особенно летом, сердечные заболевания, какие-то приступы, сердечные приступы, сердечная недостаточность, могут быть какие-то вопросы связанные со зрением с глазами, с сосудами головного мозга. Будьте аккуратнее, поскольку год очень такой своеобразный и в некотором роде коварный, потому что этот год иньский. То есть инь от ям отличается тем, что всё более скрыто и происходит внезапно. То есть мы к этому можем быть очень не готовы, как случай, вот с тем, что так внезапно человек ушёл из жизни достаточно молодой ещё, в полном расцвете силы, внешне, как бы никогда. Я была удивлена, на самом деле, сколько ему было лет, потому что он очень-очень хорошо выглядел и очень юный внешне, действительно очень молодой и достаточно позитивный. Также, что примечательное, что я не могу не отметить, день, в который он ушёл из жизни, 29 июня, это день дин хай или иньский огонь на свинке. То есть, обратите внимание, то есть, опять-таки, указание на сердце, это очень часто признак проблем с сердцем. То есть иньский огонь атакуется, опять-таки, водою. То есть, понимаете, символ дин хай, то есть у нас иньский огонь на воде, то есть он слаб очень. Это указание, опять-таки, на сердце, то есть сердцем может быть какая-то проблема, какой-то вопрос, да, то есть какие-то могут быть проблемы, связанные именно с этим органом. То есть сам день символизирует сердце, слабое сердце, иньский огонь на воде. То есть иньский огонь, с которым проблема, да, то есть какая-то проблема возникает. И опять-таки сам огонь дин — это указание на самого Олега, поскольку он человек иньского огня. То есть проблема с человеком в этот день, да, случится, который рождён в день иньского огня. То есть он сам, сам день указания на него, иньский огонь, день иньского огня на свинки. То есть это сам Олег, Олег по дню рождения, иньский огонь. Вот настолько говорящий бывает иногда наука Бадзе, настолько пугающий, говорящий. Ну, наперёд вычислить дату смерти какого-то человека не всегда является реальным и, наверное, не совсем даже нужным, поскольку если мы будем жить, не думать о смерти, то мы будем терять вкус жизни. Нужно просто радоваться и жить, и благодарить Бога за то, сколько каждому из нас отмерено. Ну и, конечно, по возможности, если это Бог позволяет кому-то из нас, стараться как-то себя поддерживать, быть внимательнее к своему здоровью, к нуждам своего организма, жить в гармонии духа и тела. Всем вам желаю всех благ. С вами была Дарья Васовская. Субтитры создавал DimaTorzok